А мне кажется, что проблема не столько грубости. Никто из нас, в общем-то, не готов грубить авторам и редко этим занимается, если только, в общем, совсем нас допекают. А проблема заключается между индивидуальным отношением к автору и к тексту и формализмом, который нас, конечно же, часто спасает, но, тем не менее, он же нас и приводит к некоторым этическим конфликтам. Процедура получения текста от автора и работы с ним в рамках редакции. Мы смотрим на текст, осознаём, что это всё-таки научная статья, либо наоборот, это ни в коем случае не научная статья. Если мы принимаем его как научную статью, то мы ищем рецензента и отправляем рецензенту на рецензирование. Когда мы получаем от рецензента текст, это либо отказ в публикации, аргументированный отказ, и мы этот отказ отправляем автору, либо это предложение о серьёзной доработке. Здесь может быть две реакции у автора. Первая реакция – это, естественно, да, всё нормально, спасибо. А буду дорабатывать. Но мы часто сталкиваемся с тем, что автор говорит, да нет, рецензент не прав, он этого не понял, того не понял и так далее. И вообще, что у вас за дурацкий рецензент? Здесь возникает, опять-таки, дилемма у редакции. Либо не вступать с автором ни в какие дальнейшие переговоры, сказать, что мы уважаем своего рецензента, и всё, до свидания. Либо, наоборот, вникнуть в резоны автора и попытаться понять, что здесь не так. Мы, как правило, всё-таки стараемся понимать, в чём тут проблема, перечитываем рецензию, перечитываем, собственно говоря, саму статью, и, как правило, всё-таки уламываем автора на доработку. Ну, это довольно простая ситуация, с которой сталкиваются все редакции, я думаю. Но есть другая ситуация, с которой мы тоже довольно часто сталкиваемся, и думаю, что и вы тоже. Мы получаем от рецензента положительную рецензию, отсылаем её автору, автор там чуть-чуть что-то дорабатывает, присылает нам готовый текст, и уже в процессе работы с этим текстом редактора мы выясняем, что там требуется значительная доработка. И вот тут, собственно говоря, многие авторы приходят в шок, они говорят, как же так, мы получили положительную рецензию, а вы нам теперь пишите, что мы должны ещё дорабатывать, да что это у вас за дурацкий редактор, а кто он такой, а есть ли у него научная степень, вообще что он на этом понимает. Вот для нас это самая сложная ситуация бывает, потому что мы не можем принять текст в том виде, в каком он существует, и в то же время автор начинает говорить, что нет, он не согласен, и что в этом смысле делать дальше. А мы обычно вот в этих сложных ситуациях встаём на позицию того, что ответственность за текст, опубликованный в журнале, несёт журнал. Ответственность за всё, что опубликуется в журнале, несёт главный редактор. И в этой ситуации мы пишем автору, что главный редактор считает, что надо делать то-то, то-то и то-то, и либо вы соглашаетесь с этим, либо вы не соглашаетесь с этим. Здесь, собственно говоря, выход на большую проблему. Кто отвечает за опубликованные тексты? Можно бесконечно говорить, что автор прислал хорошую статью, но журнал её отклоняет по какой-то причине. По причине того, что, допустим, статья не годится тематически, по причине того, что автор не готов её доделать, по причине того, что статья слишком часто откладывается, и автор сам её забирает. Как бы нам так вот объяснять авторам, вообще всем авторам, не только в рамках собственной переписки журнала, а вообще, что отклонение статьи, первое, это не оскорбление автора, и он может подать её в другой журнал, и второе, что если журнал принимает статью для публикации, он начинает отвечать за его качество этой статьи, и всей репутации и журналы главного редактора. Вот, собственно говоря, выход на понятие репутации и понятие этики, как бы я хотела привязать к этому. И у меня есть ещё одно небольшое замечание к вопросу о плагиате и антиплагиате. Мне кажется, что во всех этих... Да, тут уже говорилось, что да, вот есть машина, которая что-то отлавливает, дальше существует ручная проверка и так далее. Но мне кажется, что первый плагиат и сложные заимствования должны осуществлять, собственно говоря, рецензенты. Они специалисты в теме, и именно они должны понимать, что вот здесь вот что-то не так, так что я это где-то уже читала. Почему сделана ссылка, почему идёт обсуждение какого-то аргумента, а ссылка на автора этого аргумента не присутствует в списке литературы. В нашем журнале было два раза подобных ситуаций, когда вот этот сложный плагиат обнаруживали рецензенты. Причём, ну, мы, к счастью, электронный журнал, мы можем очень быстро изъять из обращения, собственно говоря. Один раз у нас даже наш верстальщик обнаружил этот плагиат. Что это за плагиат, о котором сегодня не шла речь? Некоторые авторы берут иностранные источники, переводят их, делают парафраз, не делая ссылку на этот источник. Такие вещи не ловятся программами, но это возможно отследить, то есть это пересказ чужих мыслей, своими словами, но на самом деле из западного, из английского источника, как правило. Эти вещи отслеживаются через список литературы, и они отслеживаются профессиональными рецензентами. А машины это не ловят никогда. Ну вот, собственно говоря, вот мой месседж. Я закончила. Спасибо, Марина Геннадьевна. Возможно, есть вопросы к докладчику? Да, я полностью разделяю все то, о чем вы говорили, но я хотел сказать, знаете, мы вот с этой проблемой сталкиваемся много лет, и мы приняли вот такое решение. Если мы получаем рукопись от автора, и мы видим, что она плохо написана, то мы не посылаем ее рецензенту, это внесено в наши правила для авторов. Мы посылаем сначала на полную доделку автора, без гарантии, что он потом получит положительную рецензию. И рецензенту посылаем уже прилично написанную с соблюдением правил рукописи. И тогда вот этого этапа, действительно, вот сейчас так бывает, рецензент дал положительную рецензию, а сам рецензент, как я уже говорил, не очень грамотный человек. И он считает, что можно ложить натрий хлор в банку, а мы считаем, что нельзя, на наклассе. И вот тогда мы все это убираем, насколько это возможно, до посылки рецензента. Может быть, это неправильно, но как вариант. Ну, тут есть два момента. Первое, что какой-то человек доделывает статью без рекомендаций. Это первое. И второе, есть такая категория авторов, как аспиранты. Особенно аспиранты не московские, а и из региональных воздухов. У них практически нет опыта написания нормальных статей, у них нет среды, у них их научные руководители часто вообще, что называется, перевьют на них, их текст не читают. И тут очень важны как раз рекомендации рецензентов по практически полной переделке статьи. Единственное, у нас, конечно, анонимное рецензирование, но я иногда рецензентам пишу, что обратить внимание, это аспирант. Поэтому не столько замечаний по поводу того, что это все неправильно, сколько как можно больше рекомендаций по переделке. И, кстати, потом получаются очень хорошие статьи. А насколько часто у вас встречается ситуация, когда авторы вам пишут, что рецензенты дураки и ничего не поняли? Там раз в год, раз в пять лет. Ну не раз в пять лет, но вот в этом году уже два раза случилось. В этом году два раза, да? Спасибо, у нас просто я разознаю парочку в одном случае мы действительно послали другому рецензенту, потому что сообразили, что тут не попадание тематическое идет. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok